Зарисовки из жизни истинных йогинов зафиксированы методом автоматического аудиописьма. Зарисовки из жизни истинных йогинов зафиксированы методом автоматического аудиописьма. Он, скорее, дыхание задержал после выдоха, глубоко втягивая живот, и крепко задумался. И чем больше он погружался в задумчивость, тем сильнее ощущал задним умом, как истинность все дальше ускользает. Но тут пришел внутренний гуру. Из теней, строгий и даже свирепый, в черном, как ночь, тхоте, с небольшим бумажным ведерком сухого льда Баскин Робинс и взъерошенным взглядом, пронзающим пустотой открытого присутствия. Йогин обомлел. И врите его, разумеется, застыли. Замысловатыми свастиками священных узоров, на морозных разворотах, застекленных дверей органов чувств. Одно слово — отморозился. А чтобы ему не казалось, что это уже то самое долгожданное неродрах, гуру положил ему на макушку полшарика холодного сливочного мороженого, изящную маленькую белую полусферу, приговаривая тихим, быстрым речитативом, как мантру. Наша белая мерзла шишечка, ваша нежная зелень елочки. И велел сидеть смирно, пока не началось. И ушел в свои тени. А Йогин сидит, решительно и непрерывно удерживая однонаправленность, осознанность и правильное отношение. Собрав в кулак всю свою вайрагию, недвижимый, как гора Кайлас, сидит, обтекая. И пока он так сидит, ум его холоден, открыт, чист и ясен, как небо в сухом ноябре. А все, что обычно истекает, в уме приторной жажды, липкая, пятнающая, мучительно под самый воротник, привлекая шустрых и назойливых насекомых залетных, мух с веселой неформальной расцветкой, местных благочестивых тараканов и маленького пучка ананси. Хитро плетущего замысловатые гештальты на плотной коже лица, паутинки дежурных улыбок, невнятные фи, коси, накость и содрогающее мироздание на мастешечке. До конца никому не ясно, поскольку все это суетливые тараканы тут же стремительно спутывают и топчут в поисках сладких крошек со стола высокого досуга. Такой бывало бардак разведут, что даже правильные взгляды, терпеливо создаваемые правильными внутренними пчелами, дающими правильный мед, основу для священной амриты, которую, однако, нужно еще хорошенько вспахтать, довести до кондиции волшебным лингомом в безмерном океане безмерного ума, отработав свое, коптят ясное небо осознанности дымом омрачений, смешиваясь с продуктами всеобщего биоциноза, непрерывно порождающего отношения, симбиотически сложные и взаимозависимые, в которых ни шатка, ни валка, рассусоливая жижу повседневности, пробуксовывает полусонное, как будто бы не по погоде, обутое в большие резиновые галоши на босу ногу сознание. И в какой-то момент застывает, входит в нужное русло, а йогин сидит, несмотря на все это брожение бурлящей взаимозависимости, бережно удерживая пол шарика мороженого на сахасраре. Но по мере того, как его сверхъестественная прохлада проникает глубоко в шунья наде, истинность вспыхивает в центральном канале мерцающей немитой тхианы, озаряя мистическую дорогу, загадочный межзвездный путь, который, как известно, не путь и не не путь, та самая правильная середина, в которой благородный хозяин самого себя умело распознает аспекты действительности жизни. Осознание то вспыхнет, то погаснет, притормаживая и включая заднего, брюжжит во всю эту действительность с прибаутками, выезжая, наконец, из глубокой колеи повседневности на двойной передаче в эту самую середину безмерного нигде, на великую гору по бесконечной петляющей серпантином парикраме, так и ползет благородной улиткой вверх до самых высот. В современной йоге, как она представлена в лице существующих школ и направлений, мы можем наблюдать две крайности уклон дремучию эзотерику и доказательный научный подход. Понятно, что истинные йогины всегда где-то посередине, а самые истинные за гранью всей этой тараканьей возни. Сторонники того или иного языка мышления могут преподносить информацию, которую слушателю только еще предстоит присвоить и на практике переработать в пользу и знания, исходя из суперпозиции, как своеобразную истину, не требующую доказательств. То, о чем мы с вами и так все знаем, это истинно ссылка на авторитеты. Будь это авторитеты священных текстов или достижения прогрессивной науки, и то и другое часто строится на допущениях, при невозможности полностью проверить их, в силу объемности и сложности предмета мышления, и отсутствие у слушателя, а часто и у самого лектора, средств познания, с помощью которых можно было бы эти утверждения доказать или опровергнуть. В свою очередь, вера в авторитеты покоится на вере в идеальный образ будущего, куда мы мысленно уже вписали все свое себя, резонируя с ценностями и смыслами, даже если, а порою, и особенно если это идеальное будущее, как бы в прошлом, проверенное веками и научно доказанное. И в том и в другом случае популяризаторы йоги апеллируют не к разуму и критическому мышлению, хотя и упоминают об этих исключительно полезных штуках, но к интуициям, благодаря которым мы с одной стороны спонтанно усваиваем огромные массивы информации, с другой имеем в качестве побочных эффектов узкие специализации и когнитивные искажения, от которых между тем практика йоги все же предполагает нас избавить, и очищая свой ум, читу от омрачений, возникающих как в результате неправильного использования органов чувств, так и в качестве плодов, ложного восприятия и неумелых воззрений. Истинный йогин в процессе интуитивной переработки данных в информацию, а информации в знания, навыки, пользу и, наконец, в прозрение, что, разумеется, требует от него непрерывных сознательных усилий, на которые, понятное дело, требуется масса энергии. А энергию нужно где-то брать. Истинный йогин вдыхает, надолго задерживая дыхание и выдыхает. В некоторых случаях опять задерживая дыхание, теперь уже после выдоха. При этом непрерывно осознает и памятует. Осознает, как меняется ум и памятует, зачем ему все это надо. По мере очищения, балансировки, проработки, расширения, перераспределения и уплотнения жизненной силы пранаваю по каналам на день. И что такое энергия? С одной стороны, она проявляется как энтузиазм, а с другой, как способность совершать усилия, как адаптация к физическим нагрузкам, психическим стрессам, процессу коммуникации с окружающим миром и внутренними состояниями, порождаемыми умом в этом процессе. И, надышав себе энергией по самое не могу, истинный йогин начинает потихоньку гурить. А что делать? Они сами приходят и спрашивают. И, отделяя зерна истины от плевелавидии, пытается не выплеснуть вместе со священной водой традиции дитя современных инновационных технологий, непрерывно наблюдая, как меняется по форме его воззрение, в то же время оставаясь постоянно по сути. как-то на выходные, наслушавшись лекции по восточной философии на YouTube, истинный йогин с любопытством наблюдает копошение несвойственных умомыслей, выходящих из пустоты, непорождения содержаний. Мысли, как мысли, ту-ту-лю-лю-лю. Ритмично напевает тренированное созерцание ум, омываемое волнами субъектно-объектных противоречий. Мгновенно отмечая, как противоречия тут же снимаются, не только на уровне тьяны, но и на уровне созерцания взаимозависимого возникновения, где просто нет, как феномена, самого конфликта противопоставления. Вернее сказать, конфликт этот в процессе созерцания сам и разрешается. Немного отвлекшись, чтобы отпугнуть оборзевшего полудикого павлина, смахнувшего клювом улитку с его лотосной стопы, Йогин актуализирует совсем иной вопрос. И пока павлин, нервно сглотнув и шумно взметнувшись в панике на акацию, истерически клокотал там сирены, роняя длинные перья, вопрос отчетливо повис над горизонтом событий. Как же тогда удержать и распространить этот особый внутренний опыт? И навыки с ним связаны в действительность обыденной жизни. Иначе говоря, не всякий истинный Йогин может похвастаться непрерывной осознанностью, в лучшем случае дискретной внимательностью, да и как может быть непрерывно осознан тот, кого уже нет, и тот, кто еще не возник, кроме как своем внутреннем отношении, которое он непрерывно исправляет. В таком состоянии ум Йогина, как мерцающий туман, принимающий форму сосуда, священной кумхи с прозрачной амритой внутри, помещенной в бутылку в качестве безбрежного океана безмерного сознания ума. Истинный Йогин в своем самадхе сидит так, как будто непрерывно снимает захватывающий сериал о собственной жизни. Усердно и терпеливо дует в попу своему внутреннему гору, и это щекотно. и холодно, но в целом терпимо, устойчивая система внутреннего кондиционирования с обратной связью. А когда вам систематически дуют в попу ритмично, глубоко и произвольно, как в хорошей пранаяме, тело незаметно раздувается и крепчает, в конечном итоге левитирует. в сияющем свете чистого разума. И все ничего в этом ужасающем сновидении. поломанные чебурашки Однажды, во время созерцания тела как мешка с костями, плотью и нечистотами, а именно образа отсутствия привлекательности во всей этой неприкрытой телесности, истинному йогину явился бог смерти Яма в образе великого крокодила. В элегантном смокинге и шляпе с черной окольцованной золотом курительной трубкой в зубах, маленькой аптечкой с ампулами кокаина внутри, огромным горбом ибонитого черной блестящей литыми накладками позолоченных сфинксов гармонии за спиной и голосом Шерлока Холмса. На плечах у Гены сидело два чебурашки черный и белый на вид какие-то все потертые, задрипанные, как джинсы с бахромой и дырками на их мохнатых коленках. «А чебурашки-то какие-то поломанные?» отметил Йогин, но вслух ничего не сказал. Один из чебурашек вовсе не догадывался о том, что он поломанный, а другой догадывался, временами осознавая и используя свои так называемые уникальные свойства. но ясно было с первого взгляда оба глубоко неудовлетворенные. Черный чебурашка держал в цепких лапках гигантский компостер, пестро расписанный спиртовыми маркерами священными свастиками, на который Гена изредка утайкой косился, обреченно и торжественно. На белом же висел колчан с аутентичной перевязью, покрытый еще более замысловатыми триди узорами, от которых пестрило в глазах и пахло благовониями накчампа с примесью сженого сухого навоза. В колчане теснились длинные многоцелевые иглы, инструменты самоистязания и рефлексотерапии. Часть этих игл уже торчала из тела чебурашки под разными углами, в строгой симметрии, продетые сквозь щеки, нос, язык и грудь, межбровья и даже промежность. Как можно было догадаться по надписи на его футболке «Кундалини, мать», сквозь гранхи, и периферические каналы. Чебурашка пребывал в глубоком исцеляющем трансе, из которого его время от времени как будто бы выводил клацающий звук компостера и тихая, но всегда неожиданная «Ой!» крокодила Гены. И тут Гена заговорил. «Ой, Йогин, внимай, обрати свой взор вовнутрь, оглянись, останови свой ум, зри же, присталь вовнутрь, что ждет тебя в будущем. А вот оно рядом, уже здесь, сейчас. Там, в том особом месте, где все твои родные, близкие, мамы и папы, дедушки, бабушки, тети, дяди, братья и сестры, зитья и соседи по школьной парте. Все эти внутренние жители, зависающие в доме твоего ума, желанные и нежеланные гости, которым, дай только волю, тут же поселятся на постоянной основе со всеми своими бабами и матрасами. Смотри же, о Йогин, зри в корень, проницающим ясным умом, как все эти биороботы, бессознательно влачащие свое жалкое механическое существование, понукаемые кнутом и пряником социальных и биологических программ, истекающие слюной неудовлетворенности, подобно голодным духам, жаждущие и непрерывно порождающие жажду, подверженные прогрессирующей энтропии заводных апельсинов в непрерывном угасании мерцающего разума. в этом самом диком хаотичном полете они, не успевая опомниться, мчатся по своим кармическим траекториям стремительно и неумолимо от рождения к смерти. Идут ко мне, пока не иссякнет вся жизненная сила. Смотри же, ойогин, пристальней, глубже вглядываясь в свой ум, туда, где все эти поломанные чебурашки, проштопанные вирусами когнитивных искажений, разорванные вдоль и поперек противоречивыми желаниями и сшитые кое-как на скорую руку, непрерывно компасируют мозг и лечат голову, непрестанно едят, пукают, отрыгивают неудовлетворенностью, порождая микробиом, наполненный страстью, гневом и отвращением. И вот они уже старые, немощные, утратившие всякие смыслы, присыщенные сухой икотой повседневности, переполненные невежеством достигательства по самое не могу, ползут, ползут ко мне, цепляясь за иллюзию образа счастья, ту самую, что послушно реконструирует ум, как кослик во сне реконструирует образ морковки и не пробуждаясь встает и тянется за ней, крутит свой тяжелый жернов, неосознанно перемалывая впечатление в ступе безграничного сознания, безмерного ума, циклично, бессознательно и неумолима весна, лето, осень, зима, и снова весна, круговорот, выжимаясь последние силы до полной выработки и самоизноса. но есть и выход, мой истинный друг, оставить жажду, расширить сознание, прекратить, порождать неудовлетворенность, познать неприходящее счастье, истину, красоту, безмятежное блаженство сладчайшего Абсолюта. Быстро, надежно, специально для таких, как ты, отдам в обмен на все твои духовные заслуги и волшебные чебурашки, подарок от фирмы. Дяденька, возьми нас к себе жить. Жалобным басом напевно прошептал белый чебурашка. Мы за ноутбуком можем спать тихонечко, а я и носки вязать умею. Добавил он чуть погодя, хищно пошевеливая иглами спицами. И ем я немного. Пискнул черный, обнажая маленькие острые зубки и быстро, жеманную украдкой, слизывая капельку крови, спробитого в многочисленных местах золотыми и серебряными скрепками в виде солнечных лунных свастик, лысого, с остатками седых волос, рельефного, черепа, гены. И тут чебурашки оживленно захлопали большими влажными глазами, черный ловко вынул из уха апельсин, высоко подбросил, а белый пробил его на лету спицы из лука с пронзительным выкриком так что воздух вокруг гены наэлектризовался, замерцал цветными огоньками, и Йогин понял, что это не Митта, а он стало быть давно уже в Тхьяне, где все крокодилы идут лесом погребы в свое мистическое болото.